Шарф Вариант первый. Оборачиваем шарф вокруг шеи и укладываем складками на ткани пальто. Чем беспорядочнее это будет сделано, тем лучше. Поэтому смотреться в зеркало совсем не обязательно. Конец шарфа также можно зафиксировать брошкой. Второй способ его еще называют морским узлом. Он используется как мужчинами, так и девушками. Он очень хорошо обтягивает шею и в холодную погоду спасает, наверное, от простуды. Делается легко. Два раза складывается шарф и второй продевается сюда. Немножечко выправляется. Аксессуары должны быть сверху шарфа. Вот он и злок. Вариант третий. Закручиваем половину шарфа жгутом, перекидываем его через шею и завязываем красивым узлом на груди. Остается спрятать концы аксессуара под пальто и все. Украшение готово. И это не единственный способ акцентировать внимание на груди. Шарф разворачивается, закидывается назад. Один конец ведется под грудь, второй накидывается сверху и заводится за другой конечек, укрепляясь в области ворота. Он также подчеркнет силуэт груди и акцентирует внимание на лице. Также можно здесь какой-то красивый акцент сделать в качестве брошки. Последний вариант мне больше всего подходит, потому что в нашу холодную осень с этим вариантом легче. Меньше всего я простываю. Четыре образа и все благодаря одному шарфу. Теперь можно не думать о том, что в гардеробе всего одно демисезонное пальто. Фантазируйте, экспериментируйте и тогда старые вещи засверкают новыми красками. Удачи! Фантазируйте, экспериментируйте, 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 экспериментируйте. Продолжение следует...